Колористика равно время. То есть это пустыни в волосах. И как только ты воду пускаешь в эти волосы, они сразу оживляют. Колористика – это же одна из самых прибыльных сфер в бьюти-индустрии. Да, и подписать договор, там, не знаю, на 5 миллионов, или встретить свою любовь. Люди сами в себя не верят и сами обесценивают свой труд. Вот я, конечно, люблю вот эти блики. В моменте это было очень, ну, то есть я себя чувствовала, знаете, кем? Предателем. Предателем, да. Шахрис, я знаю, что вы имеете 13-летний опыт в бьюти-индустрии. И одна из лучших мастеров по колористике, да? То есть вы можете сделать цвет волос, там, как у Дженнифер Лопес, у Дженнифер Энистон. Где вы обучались? Я обучалась здесь, в Казахстане, в городе Алматы, в Академии Пилотпоинт. Колористика, это, наверное, все-таки про то, про украшение вообще женщины. Потому что то, как мы можем менять цвет волос, от этого будет зависеть, насколько женщина будет себя уверенно чувствовать, насколько у нее будет вот эта внутренняя самооценка, да? Потому что после нас, я всегда говорю, клиентка может выйти, да, и подписать договор, там, не знаю, на 5 миллионов, или встретить свою любовь, или, там, не знаю, устроиться на работу. То есть это про внутреннее вот это вот ощущение. И очень важно, конечно же, подбирать человеку вот тот цвет волос, который будет ее украшать, в котором она будет себя чувствовать очень комфортно. Вот. И колористика, это все-таки про цвет. Вот. И очень важно его подбирать именно под наш тип кожи, под цвет глаз, под то, даже как мы одеваемся, то, как мы себя позиционируем, да, и так далее. Поэтому, ну, это вот про, не то, что про внешность, это еще и про внутреннюю красоту. Но колористика, это же не один цвет, правильно? Это несколько цветов, да. То есть это всегда несколько цветов, это сначала какие-то блики, да, то есть какая-то там растяжка, да. Но сейчас в моде растяжки, это когда притемненные корни, цветная длина, вот, это очень контрастно, это очень ярко, это всегда вызывает какие-то такие взгляды со стороны. Вот эта растяжка, вот это многоцветие, да, дает ощущение, как вот ты только что там где-то отдохнул, у тебя волосы просто выгорели. Выгорели, да, это тоже есть документ. Вот. Ну, в принципе, я же говорю, что колористика, это вот про цвет, да, это про то, что распадаются волосы по-разному. Ты их накрутишь, они так смотрятся, ты их выпрямишь, они так смотрятся. То есть каждый раз они по-разному? Конечно, конечно. И поэтому нашим женщинам, нашим девушкам это и нравится, потому что каждый раз при разных укладках, при разных там собираниях, прическах цвет волос смотрится по-новому. Ну вот для вас, как для эксперта, это сложно? Вы долго к этому шли? Сейчас уже не сложно, вот. Но я к этому шла, ну, сколько, лет 10, наверное. Вот, потому что колористика – это определенная система, это определенный механизм, который нужно понимать, что ты делаешь, как ты делаешь, что ты получишь в итоге. Вот, и еще плюс сохранить качество волос, потому что на сегодняшний день у всех волосы уже крашеные, перекрашенные несколько раз, то есть это уже волосы пережитые, да, очень многое. Вот, и очень важно подбирать тот подход, который действительно нужен человеку. Не нужно воспринимать колористику как что-то сложное, потому что когда ты четко понимаешь, что ты делаешь, есть конкретная система, механизм, то, в принципе, у тебя всегда все будет получаться, даже на самых поврежденных волосах. Вы сказали, что вы шли к этому 10 лет, да, то есть это не быстрый процесс, то есть невозможно обучиться колористике, там, условно, за пару месяцев. Ну, на сегодняшний день возможно, вот, потому что когда я начинала, 13 лет назад все равно было меньше информации, и мы эту информацию вытаскивали откуда-то, где-то искали, да, а сейчас этой информации очень много, даже в интернет-пространстве ты можешь в бесплатном доступе найти очень много информации и уже на этом учиться. Вот мы, например, в блоге выставляем разные рилсы, и люди просто берут, так же делают, так же смешивают, наносят, даже в домашних условиях есть люди, которые это делают, и все получается, понимаете. То есть сейчас легче, потому что информации много, но от того, что ее много, нужно научиться в ней разбираться. Вот, и как раз мы учим как бы в этом разобраться. Но, в принципе, из-за того, что информации много, на сегодняшний день стать колористом не так сложно, и не нужны годы. Мне кажется, только опытный хейр-стилист, опытный колорист знает, сколько процентов, да, там, условно, нужна там аммиака, да, сколько процентов краски. Я все время смотрю, когда хейр-стилист замешивает это все, да, то есть ты понимаешь, что от него зависит, по сути, что у тебя потом будет на голове, да? Да, ну, я всегда говорю своим ученикам, что нужно развивать видение. И чем больше ты его развиваешь, чем больше ты еще это в действии делаешь, тем легче потом тебе, в принципе, подбирать цвета клиентам, четко понимать, что ты делаешь, что ты получишь в итоге и так далее. То есть без практики, конечно, ну, это невозможно. Да, ты можешь какую-то систему взять, но если ты ее не внедришь в жизнь, да, то смысл чего-то ждать, каких-то результатов быстрых. Вот, поэтому вот я, например, на своем пути, да, я даже представить не могу, сколько людей перекрасила. То есть мы, я работаю с клиентами, продолжаю, да, работать. Я еще работаю с моделями на обучениях. И это вкупе огромное количество людей. Это разные волосы, разный тип волос, разная внешность, да. И это мне помогает, по сути, подбирать любые окрашивания для любых волос. Поэтому обязательно нужно развивать видение, чтобы понимать, что ты делаешь клиенту. Вот, и брать ответственность за то, что ты делаешь. Потому что есть специалисты, которые просто делают, вот. Но мне кажется, что если ты взялся со человека... Знаете, ожидание, реальность, да? Человек приходит с красивыми волосами, там, с фотографией. Если ты берешь за это деньги, я очень прошу брать ответственность за то, что ты делаешь. Потому что клиент к тебе приходит с доверием, с уважением, да, там, и так далее. Он готов на все. Он даже готов тебе платить за это, да. Но если не оправдались ожидания, это самое ужасное, что может быть. Поэтому развивайте видение, и тогда будет легче даже вам самим работать. Не будет вот этого страха внутри, каких-то сомнений. Обучаться, 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 да, все время? Ну, это да. Потому что, вот даже я вам скажу, полгода назад, как я работала и сейчас, как я работаю, это разные вещи. То есть все время приходят новые продукты, новые технологии, да? Да, новые продукты, новые технологии. Люди начинают больше углубляться в химические процессы. И четко понимать, даже в структуру волоса начинают углубляться, чтобы понимать, на каких слоях волоса, да, мы работаем. Шахриза, а можно сегодня, например, сделать блики, да, обесцвечивая, я так понимаю, волосы, но не повреждая структуру волоса? Можно. И это дают нам бренды, да, дают нам возможность. То есть они выпускают определенные продукты, где без обесцвечивания мы можем достичь светлее волос на тон, на два, даже на три тона. Обесцвечивание, да? Нет, нет. Потому что обесцвечивание это всегда, извините меня, потом сухие поломанные волосы. Это раньше было, сейчас, сейчас нет, сейчас совсем другая методология, другая технология. Я вам скажу, что даже самые убитые волосы после обесцвечивания становятся лучше, потому что есть специальные, опять же, как-то вводы. То есть убитые волосы еще можно обесцветить? Да, да. О май гад, а что там потом? Не солома? Нет, нет, они наоборот заживают по-новому. Что такое поврежденные волосы? Это обезвоженные волосы, то есть это пустыня в волосах. И как только ты воду пускаешь в эти волосы, они сразу оживляются. Это как цветы, напалью водой. Поэтому есть определенные технологии, это продукты, которые выпускают бренды. То есть это технология, где ты волосы не просто обесцвечиваешь, ты еще восстанавливаешь их структуру изнутри. То есть сейчас бренды позволяют нам это сделать. И если ты не в теме... Это дорого? Нет, нет. Это даже выгодно каждому специалисту. И если ты не в теме, то, к сожалению, твои волосы твоего клиента как сухарь. Ну, извините, да. Допустим, я ваша ученица, да, я пришла, 10 дней обучилась и пошла, скажем, обесцвечивать волосы, делать колористику, да. Испорчу волосы, да, даже модели, даже если это бесплатно. Я же потом должна нести ответственность за это. Как мне вернуть, да? Ну, здесь уже несет ответственность сам третий. Да, тренер, да, который обучает, то есть это я. То есть это, представляете, какая двойная, да, ответственность и за свое имя, и за тех моделей, которые приходят. Вот. Но я стараюсь настолько максимально следить за всеми процессами, четко выдерживать время везде и всюду, потому что колористика равно время. И если ты не контролируешь время, я всегда со своим ученикам говорю, то все, ты можешь... Ну, ты потерялся. Ты в процессе потерялся, и ты не знаешь, за что браться потом. Вот, поэтому очень важно контролировать время. Я контролирую его. И в итоге, как бы, конечно, есть моменты, когда... Были моменты, когда повреждались сильно. Вот. Но мы покупали уход, давали модели, говорили... Покупали просто новые волосы, наращивали и опускали клиента. Да, 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 да. Ну, то есть, а как иначе? То есть человек, который приходит в качестве модели, он должен быть готов к тому, что... Остаться без волоса. Ну, возможно, я всегда говорю, что возможно, что-то может пойти не так, как ты предполагал. Ну, это опасно, конечно. Либо приходи ко мне как клиент, да, но тогда там цена другая. Вот. Вот, кстати, цены. Да. Колористика – это же одна из самых прибыльных сфер в бьюти-индустрии. Да, да, да. То есть там можно за одну колористику заработать 150-200 тысяч тенге. Да, 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 да. Поэтому лучше сразу обучаться, по-моему, колористике. Да, 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 да. Вот, но... А почему так сложилось, что именно колористика самая прибыльная? Потому что, во-первых, это про ответственность. И если, ну, как бы за такую ответственность реально ты берешь немаленькие деньги. А потом расход материала, который ты используешь, то есть продукты, которые ты используешь, время. То есть, чтобы изменить цвет, создать какое-то окрашивание, это 6-7 часов. Иногда, там, сутки. Ну, все зависит от того, какая, да, исходная база. Вот. Поэтому здесь уже ты просчитываешь не просто стоимость работы, да, а стоимость своего часа. Вот сколько стоит твой час работы, и уже исходя из этого, выходит вот эта вот цель. То есть иногда может колористика занять весь твой день, да? Да, иногда мы можем оставить на второй день. Ну, то есть разные случаи бывают. У меня был случай, когда мы выходили с черного цвета двое суток. Вот. Потому что уже клиент не выдерживает. Это самое сложное, да? Это сложное, да. Когда ты выходишь с черного без обесцвечивания. То есть это сложный путь, но он максимально безопасный для клиента. И он дороже. Конечно, ты можешь взять порошок, обесцветить, но там будет сухарь. Если ты хочешь все-таки сохранить качество волос, чтобы клиент был рад результату, то все-таки это будет стоить дороже, и по времени это будет в любом случае дальше. Буквально как год мы начали завозить один из брендов, потому что у нас на рынке не всегда есть те возможности, которыми мы бы хотели воспользоваться. Это краситель Tempting, это испанского производства. Он идет веганский. У него нет резкого запаха. И в чем его плюс? То есть он без аммиака? Он без аммиака, да. У него нет резкого запаха, и у него есть возможность рассветлить волосы. То есть сейчас мы можем рассветлить волосы без обесцветления. То есть это не блондекс? Это нет, это не порошок. Я помню, когда я училась в школе еще, мы с девчонками решили обесцветить волосы. Дженнифер Лопс была популярна. И тогда, и сейчас, в принципе. И мы просто намазали весь этот блондекс на голову, и у меня были волосы, я не знаю, рыжий, черный, синий, белый. То есть там они просто оказались соломенными. Серо-буро-малиновые. Серо-буро-малиновые. И не было такого, знаете, ровного светления. Да, да, да. Вот, поэтому сейчас возможности очень много, и мне очень хочется эти возможности показать нашим специалистам, потому что не все об этом знают, и в основном все берутся сразу за порошок и обесцвечивают. Хотя есть другие варианты. Это мягкое обесцвечивание. Это мягкое обесцвечивание. Да, да, да. Осветление вот так вот. Да, да, да. То есть он может наши азиатские волосы расцветлить на три тона. Вот, и сразу заложить оттенок. То есть мы можем обойтись... То есть волосы не ломаются? Нет, нет. И мы можем обойтись без тонирования в последующем. То есть он дает сразу оттенок. Вот, это два в одном, можно сказать. Удобно очень. Ты сохраняешь и время, и качество волос. А что такое бразильское колорирование? Это контрасты. То есть это темные корни, светлая длина. И чаще всего это просто какие-то линии. Прикки, да? Да, да, да. То есть никаких прям переходов. Хорошо. Ну, то есть там нет каких-то конкретных прям переходов мягких. То есть там прям контраст. А вы сначала начесываете волосы перед? Можно начесывать, можно выдувать. Когда начесывать, как называется? Можно делать минирование. Это шатушно. Шатуш, да? Шатуш мне нравится. Да, да, да. Шахриза, вы 13 лет в своей профессии. Вот если так посмотреть, она же по сути вредная профессия. Вы же постоянно дышите парами красок, да, лаков. Ну, то есть это все равно химия. На сегодняшний день, я бы не сказала, что прям опасно. Вот когда я начинала 13 лет назад, ты разводишь краситель, начинаешь его мешать, и это мягкие глаза. У тебя слезятся глаза, нос, да, некомфортно тебе. Вот клиенту некомфортно, потому что он чувствует запах. Вот на сегодняшний день мы даже завозим продукт веганский, да, то есть у него нет запаха. Мы красим аллергиков, беременных, кормящих. То есть я родила двух детей. Ну, то есть все нормально. На секундочку, у Шахризы сейчас двухмесячный ребенок дома в Алма-Ате, а мы в Астане. Да, да, да. Вот, то есть абсолютно никаких адекватных реакций нет. То есть вы беременной тоже работали? Да, да. До последнего? До последнего, да. Я прям, у меня оставалось где-то неделю до родов. Я вот записывала клиентов, вот, и потом уходила спокойно рожать. Вот, поэтому можно по мне сказать, что это безопасно. Сегодняшние бренды бьюти-индустрии позволяют, то есть без аллергии, спокойненько, да? Ну, конечно, еще зависит от уровня бренда, потому что если это дешевый бренд эконом-класса, там, конечно, дешевое сырье, там запахи прям конкретные, да, и с ними невозможно, они могут вызвать аллергию и у мастера, и у клиента. Но если у тебя продукт качественный, премиум-класса… Вы работаете с люксами, да? Да, мы с люксами работаем. Но начиналось с эконома, потому что изначально у меня не было денег на то, чтобы купить сразу премиальные продукты. Но сейчас премиальные, потому что у меня как бы и ценник, и имя, узнаваемость, поэтому я не хочу падать в грязь лицом. Шахриза, я знаю, что вы были много лет в семейном бизнесе, да, почти 10 лет, по-моему, да? Да, 10 лет. Работали у мамы в салоне. Да. Потом решили, так сказать, сепарироваться, отойти и открыть свой бизнес. Почему? А вообще мама, ну, вообще мои родители, они повлияли на то, чтобы я пошла в эту сферу. То есть мне было тогда 16 лет, мы не знали, куда поступать. И мне мама сказала, давай попробуем в сфере колористики, парикмахерского искусства. Вот. Я отучилась год, и мама всегда говорила, пусть будет свой человек в салоне. Вот. И я, так сказать, проработала так 10 лет. То есть я была там сначала мастером, потом управленцем, потом набирала команду, набирала узнаваемость этого салона, чтобы клиентов было больше. И через какое-то время я поняла, что я выросла как личность, как специалист. И было вот это внутреннее ощущение, что я хочу вот дальше, больше, масштабней. И я хочу просто попробовать сама открыть свой бизнес. Потому что я понимала, что в рамках салона, например, своих родителей я не смогу это сделать. Вот. И я вот... Я не смогу забрать всю красоту вечера домой. Вот. И поэтому я вот решила попробовать. В моменте это было очень... Ну, то есть я себя чувствовала, знаете, кем? Предателем. Предателем, да. Потому что, ну как, вот ты ребенок, бросаешь семейный бизнес, бросаешь родителей. То есть, по сути, это неправильно, да. Но вот сейчас... Потому что для любого владельца салона красоты, мне кажется, самый страшный сон, это когда твой востребованный специалист выходит с базой в другой салон. А когда это еще твоя родная дочь, то это еще больнее. Вот. Но я сейчас вот понимаю, что если бы я не сделала тот шаг, то, наверное, меня не было бы сейчас такой, какая есть. Потому что у меня уже свой салон 5 лет. Вот. И у нас шикарные отношения с родителями. Я их ничему не учу. Они меня ничему не учат. Ну, то есть это осознанные, как бы, отношения с родителями. Вот этот момент, когда происходит, когда хаир-стилист, ну, наемный сотрудник в какой-то момент понимает, что все, он вырос, ему нужно открывать свой салон красоты. Наверное, когда появляется вот эта внутренняя уверенность, стабильный доход, самооценка уже какая-то такая, ну, более-менее высокая, да. И ты понимаешь... Потому что, мне кажется, все мастера в итоге мечтают открыть свой салон красоты. Путь парикмахера, он, по сути, однотипный, да. То есть ты сначала работаешь на салон, потом ты захочешь сам работать, снимаешь кабинет, потом открываешь салон свой, потом набираешь команду. Вот. По сути, как бы, путь парикмахера один и тот же. Вот. Но я могу сказать, что, вот, наверное, когда появляется уверенность и стабильный доход, и ты понимаешь, что как будто ты хочешь попробовать сам по себе. Вот. Потому что ты уже хочешь сам контролировать свой график работы, ты хочешь иметь свободное время. Когда хочешь на работу идти, идешь. Когда не хочешь, не идешь. У вас появилось больше времени свободного? Конечно. Больше времени на себя. Потому что я понимаю, что если бы я не росла как личность, наверное, не было бы сейчас того, что есть сейчас. Потому что если ты просто узко движешься по своей специальности, это маловато. Вот. Поэтому я начала работать над своей личностью, над мышлением, над своими страхами. Начала ходить с психологом, коучем. Вот. На разные тренинги я ходила. Ездила, путешествовала. То есть вам было мало, да, быть только хаир-стилистом? Конечно. Конечно. Это скучно. И сейчас даже, когда ко мне заходят ученики с большим стажем работы, они уже такие поникшие. У них уже вот это все перегорело, они уже ничего не хотят. Энергии нет. Состояние не то. А вы же понимаете, что такое энергия. На энергию люди приходят. На энергию люди просто, даже если твой сон закрытого типа, люди тебя найдут чисто энергетически. Я вот заметила, что у нас в Казахстане цены на услуги в бьюти-индустрии, наверное, самые низкие. Мне кажется, здесь больше про то, что мастера себя недооценивают. Потому что то, что я слышу всегда на обучении, шахриза, ну, как бы нам такие деньги не заплатят. То есть люди сами в себя не верят и сами обесценивают свой труд. Исходя из этого, люди это считывают, мне кажется, и не платят. Ну, и плюс, знаете... Ну, от этого, конечно, выигрывает потребитель. Но в целом я иногда, конечно, я же сама являюсь потребителем ваших услуг. Но когда я, например, приезжаю в другую страну и за те же самые услуги плачу в 3-5 раз дороже, я понимаю, насколько у нас эта индустрия развита и насколько она у нас, ну, по сути, дешевая. Да, да, да. Я не знаю, маникюр где еще в мире можно сделать там за 10 долларов. И здесь, знаете, еще про что? Про то, что есть установка в голове, что уровень жизни в Казахстане, он низкий. Опять же, это же установка. И я не могу... У нас много людей, кто хорошо живет. У нас много людей, которые с нуля взрастили и бизнес, и путешествуют, да, везде и всюду, позволяют себе крутое качество жизни, да, там, одежда брендовая и так далее. То есть здесь, это реально установка у людей, что вот у нас низкий уровень жизни, и вот люди, исходя из этого, вот они идут и думают, что у них жизнь и так же. Потому что когда я только начинала, мне бабушка даже говорила, Шахриза, у тебя всегда будет копейка на хлеб. Да. И сейчас у Шахриза не копейка. Не только копейка. А много копеек. У вас сколько стоит обучение? У нас от 500 тысяч и выше. Все зависит от того, какой формат. Ну, например, вот если я пришла и хочу стать колористом, вот научиться вот тоже бразильскому окрашиванию, да? Ну, вот 500 тысяч. Это сколько по времени? Ну, так как у нас сейчас формат наставничества, мы работаем с ребятами 5 недель. 5 недель? Да, в режиме онлайн. Что можно взять и 5 недель получить? Можно получить, ну, во-первых, понять, что такое колористика. Потому что то, как я подаю ее, не подает никто. Потому что я объясняю на русском языке простом. Потому что у нас учится очень много казахскоязычных. И так как я на казахском не разговариваю, вот, я выстроила свою программу так, чтобы меня понимали все. И дальше уже мы учим ребят зарабатывать на этом. То есть не только быть классными специалистами, но и научиться на этом зарабатывать, это правильно монетизировать. У нас в Казахстане бьюти-индустрия развивается, ну, просто стремительно, да? Я, когда езжу за рубеж в Европе, в Юго-Восточной Азии, да, я, ну, мне нужно пойти в салон, потому что я веду мероприятие, или у меня какое-то интервью. Во-первых, это стоит очень дорого. Во-вторых, ты в конце думаешь, лучше бы я сама себя уложила. Или лучше бы я сама себя накрасила. Потому что даже маникюрный мастер, вот у меня сестренка жила в Америке, она нашла мастера по маникюру в Нью-Йорке из Караганды. То есть наши делают лучше, дешевле и качественнее. Если брать страны СНГ, да, у нас действительно мастера очень талантливые, очень классные, очень трудоспособные, трудолюбивые. Они ради клиента готовы на все. У них очень много любви и заботы, которые они вкладывают в свое дело. Вот, но мне кажется, мы немного себя недооцениваем. Почему? Потому что, наверное, нет внутренней вот этой ценности себя, как специалиста и как личности просто. Потому что я всегда говорю, что ты же сначала в эту жизнь появился как человек, как личность, а потом ты уже обрел определенную там профессию, да, там работу и так далее. Но человек реально обесценивает себя, свой труд. Будь то, что он два часа, там, не знаю, пилил ногти или шесть часов стоял, красил волосы и так далее. Вот, но мне кажется, что через какое-то время наша индустрия все равно, она поменяется, потому что вот этот вот момент ценности себя, она все равно мастера уже на это обращают внимание. самоценности, вот, потому что от этого зависит, сколько ты зарабатываешь, от этого зависит, как ты себя чувствуешь, как ты себя ощущаешь, как ты даже выглядишь, это тоже. И как ты себя даже несешь в мир, потому что состояние, оно же тоже считывается с человека. Вот клиент к тебе пришел, и он считывает, какой ты человек, чем ты дышишь там и так далее, какая у тебя уверенность и так далее. Вот, я думаю, что еще совсем чуть-чуть нам осталось для того, чтобы мастера у нас достойно зарабатывали. Мы просто сами себя реально обесцениваем. В целом, как вы думаете, почему у нас в какой-то момент, вот там, условно, за последние, там, 15 лет, бьюти-индустрия вот так выросла? Мне кажется, что люди увидели в этом какой-то интерес, потому что, во-первых, работа с людьми, это интересно. Вот, это... Прибыль, наверное, увидели, да? Потому что, вот смотрите, сколько салонов, допустим, я просто по себе знаю. Ну, прибыль, да. Там, условно, 15 лет назад я не могла найти визажиста нормально. Сейчас у меня вот так много, да, и там хейр-стилистов, ну, выбор большой. Ну, прибыль окей, но еще мне кажется, что людям просто стало интересно, потому что здесь такой движняк, недели моды, какие-то мероприятия, бьюти, выставки, понимаете? Это же интересно. Либо ты просто стандартный офис-менеджер, который сидишь в офисе и там что-то делаешь, да? Либо у тебя жизнь всегда интересная, эмоциональная. И денег много в этой сфере. И денег много в этой сфере, да. Ты зарабатываешь, едешь на обучение и плюс путешествуешь, понимаете? То есть жизнь разнообразная, она очень интересная. Поэтому очень много людей пришли, да, в эту индустрию? Да, потому что у меня даже есть некоторые клиенты, которые тоже хотят обучиться колористике, например, или вообще, в принципе, прийти в бьюти, потому что они видят, как мы там туда-сюда, здесь, там, им тоже хочется так. Они говорят, вау, какая у вас насыщенная жизнь, там, интересная, каждый день не знаю, что тебя ждет. Кстати, вот медиа тоже очень сильно повлияла, да, на индустрию бьюти? Конечно, проявленность, вот этот инстаграм. Вы же еще были руководителем хейр-стилистов на X-Factor, да? На X-Factor, да, Казахстан до усы у проекта у вас. Мы участвовали также на Казахстан Fashion Week, на Mercedes-Benz Fashion Week. То есть креативная индустрия развивается и параллельно развивается бьюти-индустрия, да? Это же потому что сервис этой индустрии? Ну да, конечно, вот, и люди начали это тоже проявлять вот в социальные сети, рассказывать об этом, записывать какие-то блоги, влоги и так далее. То есть в соцсети это все повлияло? Конечно, конечно, и люди же это видят. Посмотрите, как даже визажисты записывают видео, да, там, до-после, это же вообще там, вау, перевоплощение классное, или волосы до-после. Все дело в проявленности, насколько ты реально хочешь о себе заявить, о себе рассказать, показать, на что ты способен, показать то, что, может быть, другие не делают, потому что это людей сильно цепляет. Почему вот большая, вот мы за год, например, из 13 тысяч подписчиков вышли в 100 тысяч подписчиков. Ну, то есть для индустрии hair это конкретно классный результат, вот, и я понимаю, что, значит, мы делаем что-то то, что не делают другие, и людей это цепляет, вдохновляет, мотивирует, и они хотят так же. А у вас были ошибки в цвете, когда, условно, женщина ждала один цвет, а вы выдали другой? Да, да. Часто? В начале пути было часто, да, и даже был момент, когда один раз отвалился волос. О, волосы или волос? Волос один на макушке, вот, я не доглядела, не увидела, вот, плохо проконсультировала, да, но этого клиента я потом не видела, не увидела больше. То есть это был первый-последний раз, когда у меня отвалился волос, но были моменты, когда мы недопоняли друг друга, и тогда я поняла и сделала выводы, что нужно с человеком больше общаться, больше задавать вопросы, больше уточняющих вопросов для того, чтобы понять, что действительно хочет наш клиент. Да, 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 потому что женщины, они же такие, сегодня они хотят это, завтра другое, вот, и поэтому очень важно, ну, вот, даже прочувствовать ее настроение, ее вайп, ее энергию, даже то, как она одевается, то, как она себя позиционирует, это тоже. Потому что блонды, например, не всем идут. Если, допустим, не получился тот цвет, который вы обещали, вы будете брать? Мы сразу переделываем. А вы будете брать за эти деньги? Нет, нет, нет. Даже бывает такое, что можем вообще деньги не брать, но все зависит от случая, потому что я к своей работе отношусь очень серьезно, и у меня есть совесть, вот, и если я вижу свою ошибку, я никогда не говорю о том, что уйдите, там, ой, идите, цвет смоется, через две недели придете, нет. То есть, если я вижу, что уже что-то не то, я клиенту говорю, давайте мы сейчас подсушим, я посмотрю, если что-то будет не то, я переделываю, вы, ну, то есть, на час, на полтора задержитесь, пожалуйста. То есть, я сразу принимаю свою ошибку. Из-за этого деньги не берете? Нет, нет, нет. Молодые эксперты бьюти-индустрии, они легко идут, да, и в соцсети, и снимают вот эти вот, и, там, я не знаю, до-после, да, даже если не получится, ничего страшного. А как раз-таки, скажем, такие с большим опытом, да, профессионалы, там, с 20-летним, с 30-летним опытом, мне кажется, у них есть страхи, комплексы, которые не позволяют им, как вы говорите, проявляться. Да, это вот про, там, несуйся, скромность, да, наша. Нет, это вот как раз-таки, вот, какой-нибудь крутой хэр-стилист, который реально круче всех, там, молодых, сидит в своем салоне, да, и молча. Ну, это же тоже дело в поколении, потому что, вот, то поколение, которое сейчас подрастает, я же вижу разницу, да, они реально не боятся проявляться, они мало что умеют, но так себя позиционируют, так себя продают, что они, там, топ-топ-топ, понимаете, хотя есть еще над чем работать. Вот, это вот дело, наверное, все-таки в поколении и в воспитании, потому что нас все-таки воспитывали по-другому, мы были скромными, тихими, такие, не высовывались, вот, и это вот все сказывается очень сильно. Но сейчас в новых реалиях мы понимаем, что это невыгодно нам сидеть и молчать, нам выгодно, мы же хотим работать, мы хотим зарабатывать, мы хотим путешествовать, жить так, как мы хотим, вот, и от этого зависит то, как мы себя проявим и то, как мы продадим то, что мы умеем. И поэтому это дело выбора, либо ты выбираешь ту жизнь, которую ты хочешь жить, ну, тогда проявляйся, но если ты не хочешь проявляться или боишься, ну, тогда пеняй на себя. Вы же как раз запустили реалити-шоу, где как раз помогаете раскрыть человека, да, как личность. Почему вообще мы решили запустить такой проект? Потому что в моем окружении очень много экспертов, классных специалистов, но они почему-то вот стоят на месте, уперлись в потолок, как они все говорят, вот, и не знают, куда дальше. И благодаря тому, что мы запустили реалити, они проходят определенные трансформации, мы работаем с их мышлением, мы работаем с их фокусом, на чем они фокусируются. Мы прописываем прям конкретную стратегию, как выйти в узнаваемость, в медийность, как запустить свои продукты. То есть, по сути, я рассказываю весь свой опыт, который я проходила на протяжении 13 лет. Потому что я понимаю, что если бы я просто стояла у станка и обслуживала людей, то, наверное, не было бы того дохода, который есть сейчас. Но благодаря тому, что я проявлялась, благодаря тому, что у меня была четкая стратегия, как выйти в узнаваемость, как запускать свои продукты, как набирать учеников на эти продукты и так далее, это все мне помогло вот набрать ту узнаваемость, которая есть сейчас. И поэтому весь этот опыт я хочу передать именно в этом реалити и, наверное, все-таки показать мастерам нашим вот эти возможности. Потому что на сегодняшний день каждый человек может стать узнаваемым, может выйти в масштаб, может стать узнаваемым на весь мир. Но самое, мне кажется, сложное для людей, которые не медийные, перебороть вот этот страх. Да, потому что когда ты становишься медийным, тебя будут хейтить, тебя будут критиковать, да? То есть и не все готовы, вы знаете, встать под прожекторы. Ну, когда они идут в реалити, они, мне кажется, все равно осознают, что они будут делать что-то по-другому, не так, как всегда, потому что... Но к этому нужно быть готовым. Ну, в моменте они уже, ну, они приходят уже чуть-чуть подготовлены. И уже когда реалити запустится, я думаю, что они уже будут готовы ко всему, потому что есть люди, которые говорят, Шахриза, я больше так не хочу. Я хочу, наконец-то, уже выйти туда, куда я давно хочу, потому что из года в год ничего не меняется, из года в год одно и то же. А люди, а жизнь-то идет, вы даже посмотрите, как время летит, да? Вот после карантина, я всегда говорю, время просто пролетает, ты не успеваешь за ним. И люди это осознают, и они реально уже хотят, уже сегодня начать двигаться туда, куда они давно хотят. А то это все откладывается, откладывается. И они просто теряют время, теряют энергию, состояние. Уже амбиций нету, которые были раньше, например. Вот, и поэтому вот осознавая вот это все, они понимают, что либо сейчас, короче, либо никогда. Вот, и, конечно, мы тоже их подпираем, потому что мы говорим, что если бы я в моменте не приняла решение выйти туда, куда я хочу, наверное, не было бы тех результатов, которые вы сейчас видите. Поэтому все зависит от вас и от вашего выбора. Я жалею, что я не согласилась на полностью. В следующий раз, зато я приду и сделаю полностью колорированное. Еще один повод встретиться. Будет по рту. Часть вторая. Шахатат, вы работаете с сестрой и верите в ее дело. Да, я, мы шахрезы, в принципе, в целом родные сестры, да, и всегда я в шахрезе видела большой потенциал. Я всегда видела, что эта девочка очень любит свое дело, она по-другому на него смотрит. Она смотрит очень глубоко и она очень трушная. И мне очень хотелось всегда ей помочь раскрыть это очень масштабное, это дело, да, скажем. Вот, и сейчас мы это превратили в методологию шахрезы. И шахрезы сейчас помогают не только там красить людей, да, она помогает им меняться как личность, расти как личность, чтобы бьюти-сфера как раз-таки развивалась еще масштабнее. Чтобы человек вышел за пределы своего салона, да? Да, за пределы даже, знаете, своей личности. Ведь мы же все знаем, да, вот сейчас мы люди осознанные, сейчас столько информации у нас в интернете, в том числе и обучений на тему осознанности, на тему потенциала человека, что очень много у нас всего, да, внутри. Вот, и мы в себе это распознали, раскрыли, поняли, что вот мы обычные девочки, скажем, да, но мы столько уже смогли, и мы поняли, что каждый человек так может. И мы решили, что в бьюти-сфере так тоже каждый может. И, соответственно, шахреза является этим примером, я очень этим горжусь. Супер. Я рада, что, скажем, мы ресурсы. А мне нравятся такие истории семейные. Да. Ваша история еще как раз началась с салона красоты родителей, да, да, да. Затем для шахрезы это стало делом ее жизни, и сейчас родная сестра помогает в продюсировании, да, в масштабировании, да. Девчонки, ну мне очень нравится. Вот я, конечно, люблю вот эти блики. Кайф. Ну вам очень хорошо. Мне кажется, вообще должна была быть бразилианка, что ли. Или в прошлой жизни. Да, или в прошлой жизни я была бразилианка, потому что мне эти блики всегда нравились, и я, конечно, точно не вернусь к черному цвету. Классно. Поэтому за бликами буду приезжать к вам. Спасибо большое. Спасибо вам. Мы очень рады. Да. Вы готовы показать, как стать звездой в бьюти-индустрии? Конечно, конечно. Потому что на сегодняшний день бьюти-мастера пока мыслят узко, вот. Они думают, что вот я стану классным специалистом, и все на этом. Нет, почему? Стану классным специалистом, открою свой салон красоты. Ну, а дальше? То есть там нужно дальше, дальше. Вы еще один салон, сеть салонов. Да, ну то есть все равно, вот возьмите салон красоты, сеть салонов без узнаваемости, без личного бренда, без какой-то проявленности, наверняка этот салон не будет набирать клиентскую базу, наверняка этот салон не будет набирать крутых специалистов, команду, и будет вечная текучка кадров. Потому что на сегодняшний день специалист, который идет в тот или иной салон работать, он идет прежде всего на имя, на уровень самого салона, он идет на узнаваемость этого салона, и он хочет работать с продвинутым руководителем, лидером, наставником. То есть куда попало, люди сейчас тоже не идут. Поэтому здесь, мне кажется, тоже очень важно понимать, что даже если ты открыл салон, ты должен продолжать расти как личность. А как сделать так, чтобы твой мастер, который растет, да, благодаря тебе, ты все время вкладываешь в его обучение, который развивается вместе с тобой, чтобы он не ушел в один прекрасный день? Ну, этого конкретно не избежать, но вы можете предложить, например, другие условия, например, партнерство. Ты открываешь второй салон, вот, и мы вместе идем дальше, например. Или мы вместе запускаем какие-то продукты. Ну, то есть уже идти в партнерстве. Не так, что там ты специалист, а я там руководитель. Ну, как правило, у нас, как станет, это заканчивается конфликтом. Человек уходит, люди пишут посты друг про друга. Но сейчас люди уже приходят к мнению, что один в поле не воин. И они понимают, что легче всего, когда есть поддержка со стороны, когда есть уже какая-то узнаваемость, когда есть опыт, например, того же самого руководителя, да, и он тебе в любой момент может подсказать, куда двигаться дальше. Вот, поэтому в партнерстве всегда легче, интереснее и быстрее. А что ты сам пойдешь и вдруг где-нибудь там замешкаешься и остановишься. Поэтому всегда лучше вместе предлагать партнерство, но если человек не реагирует на это, ну, отпустить. Ничем не привяжешь, ни договор, ничего абсолютно. То есть я знаю по своему опыту. А что лучше, купить готовый салон красоты, как бизнес, да, или же вот прям с нуля самому это все создавать? На самом деле, конечно, легче всего купить как бизнес, потому что в любом случае как бизнес, это уже есть опыт у бизнеса, узнаваемость, отзывы, да, определенная клиентская база. Вот, и своего рода система, да, как, например, привлекать клиентов, система, как записывать клиентов, там, как выстраивать команду и так далее. Вот, конечно, легче всего купить бизнес, да, но если там есть конкретная система, как это все выстраивается. Потому что у нас на сегодняшний день продаются бизнесы, просто продаются без системы, без команды, без ничего, да, просто, там, не знаю, оснащенная студия, да, там и так далее. Вот, поэтому я все-таки за то, чтобы, если ты новичок в этом деле, лучше приобрести бизнес и совместно с командой двигаться вперед. Тогда, опять же, это будет быстрее. Но если ты хочешь сам по себе, ну, стоит попробовать тоже. Ну, то есть и тот, и тот вариант, он реальный абсолютно. Шахриза, какая у вас миссия? Что вы хотите передать? Ну, во-первых, я хочу передать весь свой опыт и знания, да, и я хочу все-таки научить наших специалистов выстраивать свой путь легко, без сложности, потому что мы настолько привыкли все усложнять. И многим кажется, что если, например, я хочу быть узнаваемым, или я хочу запустить свои продукты, или я хочу, например, жить так, как я хочу, то мне нужно для этого миллион денег, много денег, а я этого не достоин, я, как бы, у меня нет таких возможностей и так далее. То есть я все-таки про веру в себя, про то, что у каждого человека может получиться. И даже если ты сейчас, там, мастер, специалист, может быть, с небольшим стажем, ты четко понимаешь, куда ты хочешь идти, у тебя в любом случае получится. И я, мне кажется, своим примером это в любом случае показываю, потому что я в свое время не остановилась просто обслуживать людей, я не остановилась просто работать в салоне красоты своей мамы. То есть вы вытащили себя из рутины, да? Да, я вытащила себя из рутины, пошла в свой страх, риск, не было ни поддержки, ни денег, потому что мы выросли в средней семье, у нас никогда не было там роскошных каких-то условий, да. Вот, поэтому я всегда говорю, верь в себя. Мне даже, когда ученики заходят на обучение, они говорят, Шахриза, я надеюсь, что получится. Я говорю, не надейся, а знай и верь, что у тебя получится, не обесценивай себя. То есть я вот все-таки, наверное, про то, что нужно верить в то, что тебе откликается, отзывается, и куда ты хочешь прийти, потому что то, как ты хочешь жить, ты видишь это в картинках в голове, но почему-то тебе кажется, что это слишком далеко или ты этого не достоин. Вот, и я вот своим путем хочу все-таки показать, что каждый специалист может жить так, как он хочет, зарабатывать столько, сколько он хочет, он достоин уважения, признания, он крутая и сильная личность, и он достоин обслуживать там людей за высокие ячейки. То есть это больше вот про веру, про состояние тоже, про то, что получится. Это моя миссия. Через, получается, свой путь, да, я показываю людям, что это возможно, это реально, и что я девчонка с Казахстана, с города Алматы, и у меня учится весь мир, Америка, Европа, Россия, Украина, Израиль, Саудовская Аравия, понимаете? Ну, то есть география увеличилась. После чего? После того, как я просто начала показывать, что я умею делать. И благодаря этому опыту, да, этому пути я могу этот опыт передавать своим ученикам, и они, по сути, видят уже готовый кейс меня, да, и они понимают, что они могут так же, и у них так же получится, если они будут идти в свои страхи, а не откладывать свою жизнь на потом, а делать в моменте, принимать решение в моменте.